Сегодня необычный день Закончили первую книгу Торы И начинается новое движение Но сегодня я хотел бы задеть одну тему Необычную тему Я над ней уже размышляю не одну неделю Я уже на Церете немножко поделился Потому что я когда готовился Пришло слово просто надежда Я стал заглядывать там, что такое надежда Как гугл об этом говорит В нашей жизни мы знаем, что надежда это всегда что-то хорошее Ожидание такого приятного И всегда мы живем какой-то надеждой Но сегодня, смотря на то, что происходит в мире Иногда бывает, что надежда падает, теряется Вот, и я смотрю на том, что сегодня даже и в песне затронули о надежде И в прошадшего что-то затронулось о надежде Я думаю, может быть, это неспроста Вот, поэтому Я посмотрел в гугле, так написано, что это чувство Свойственное человеку, который стимулирует его двигаться дальше Верить в лучшее Именно эта эмоция побуждает каждого не упускать руки И заставляет идти к поставленным целям Надежда дает шанс исполнения мечты и перемены к лучшему Ну, как я сказал, на самом деле всегда ожидание Мы знаем, что иногда, когда выбирать президента У нас какие-то надежды думают Ну, сейчас что-то будет по-новому, может быть, что-то лучше будет Мы смотрим, слушаем, когда средства массовой информации Тоже какая-то надежда приходит Что думают, а, ну, наверное, вот так вот правильнее или еще что-то Иногда вдохновляющие какие-то семинары, проповеди Нас как-то дают какую-то надежду Врачи какие-то дают надежду Когда кто-то болен, дают надежду Вот, все будет нормально, все Будет исцеление Вот, и Смотришь на эти обещания Иногда они рушатся в нашей жизни Я посмотрел назад на свою прошедшую жизнь И сколько раз мои надежды просто рушились И не мог понять, почему Иногда наша вера, даже мы надеемся Ну, вот Бог сделает вот так Я же молился Я же стоял в проломе за этом И вдруг раз надежда рушится Ну, почему? И многие задают вопрос, почему? Разочаровываются и даже кричат Или смотрят на человека, за которого мы Долго молились У нас часто бывает в общине Мы молимся за каких-то людей И особенно в эти годы, когда пандемия Наши друзья ушли, кто-то из жизни Или знакомые И мы думаем, ну почему так? Господь, мы же молились У нас же была надежда И смотря на все это Особенно, когда друг Кто-то уходит из жизни Или Ты пытаешься Вот сегодня о воспитании Детям говорили Иногда ты пытаешься влиять на детей Вот И Смотришь, ничего не получается Иногда смотришь на своего Я просто недавно был в такой ситуации Где Сказала женщина про сына Что Да это безнадежно Уже все Он конченый человек Это бесполезно За него молиться Воевать И все Как Писание говорит Горбатого могилы исправить Да Но все равно Смотря на какие-то вещи Я смотрю все равно Есть надежда Надежда на что-то лучшее Вот Мои первые родственники Вы знаете, когда Вот перед тем, как делать Ну, когда я пытался Первый раз сделать Алию Мои родственники уже Семьдесят второй В семьдесят восьмом году Уезжали В восемьдесят девятом В девяностом В девяностом уже Мама, братья, сестры Уехали Я должен был В девяносто первом году Уже у меня был документ Разрешение на выезд И мы с детьми ездили На базар Каждое воскресенье Продавали книги Все, библиотеку Что у нас только что было Все Чтобы разгрузиться И оставалось продать Только квартиру И мебель И вдруг Брат звонит С женой Из Израиля И говорят Не езжайте Здесь так тяжело Давайте мы встанем На ноги И потом Вы приедете И это разрушило Нашу поездку Ну смотри А я надеялся Думал, что вот Мечтал все время Быть на этой земле Ну и вдруг Все разрушилось Семьи у нас начались По этому поводу Немножко разлады Разногласия Ну я смирился с этим Но я понял Что Бог не просто Так это совершил Закрыл мне дорогу А Он открыл мне дверь К себе И в девяносто третьем году Я покаялся Я пришел Моя жизнь начала меняться И потом у меня появились Какие-то новые надежды В моей жизни Вот И какие-то мечты Желания Думал Вся семья спасется Опять начались Какие-то проблемы Опять какие-то Разрушения начались Но все равно Я смотрел на то Что Господь делает Думаю Да, я задавался вопрос Почему? Что? Как? Но сегодня Смотря на то Что происходит вокруг нас Обстановки Это наша жизнь И смотря на это Я смотрю на людей Которые Они верующие Весь мир в панике Что происходит Как же будет дальше Если у нас какая-то надежда На будущее Вот Но Писание говорит Очень о многих вещах Мы видим Как Авраам Он надеялся Когда он услышал Голос Божий И Бог ему говорит Выйди Иди вот он В ту землю И дам тебе потомство Человек Который уже не ждал Ничего Уже разочаровался И вдруг Он идет туда Как говорится Не знаю куда И его надежда Толкает на то Что вот Если сказал Значит будет так И он приходит На эту землю Но у нас есть Какая-то надежда Правда? Надежда на то Что Господь Избрал меня За то Что он мне дал Будущность И надежду И Мы знаем Что Писание Говорит Со словом Божьим Сотворенные небеса И все что в них И если Господь Говорит В мою жизни Что будет Я поддержу тебя Я не оставлю Не покину тебя У меня всегда Надежда На то Что что-то будет Меняться Мы все проходим Какие-то испытания И думаем А почему? Зачем? Для чего? Что Бог хочет С нами сделать? И мы Смотря Я стал Смотреть Как же вообще Жили наши предки Как проходили Испытания Тот же Павел Который Он в детстве Как-то говорит Что он проходил Различные испытания Вот если Деяние 27 Откроем Но как многие дни Не видно было Ни солнца Ни звезд И продолжалась Немалая буря То наконец Исчезла Всякая надежда К нашему спасению Представляете Представляете Тот Павел Который Который Был крепок Во всем Вроде бы И в то же время Тоже как бы Говорит Что да Терялась надежда На спасение Что мы вообще Спасемся Но у него Была какая-то Другая надежда И я вот Как бы назвал Эту Проповедь Как бы Иная надежда Не та надежда Которая у нас Есть на земле Надежда Приобрести Что-то Надеюсь Что-то У меня Жизнь наладится Надеюсь Что С моими Детьми Вот Будет что-то По-другому Как-то Надеюсь Что-то В политике Что-то изменится Что у нас Все-таки Откроются Все когда-то Двери Надежда На то Что Все тут Покаяться Будет закон Божий На обитованной Земле Всякие-всякие Подобные Надежды В каждой Жизни Есть свои Какие-то Надежды И мечты Но Что-то Не сбывается В нашей Жизни Вот И Я смотрел Писание Думаю На самом деле То что Проходил Павел И Он говорил О том Что даже Мир Не имеет Надежды Это было Тогда И это Сегодня Если мы Откроем Первую Фисалокинцем Четвертую Главу Тринадцатый Стих Здесь Не хочу Оставить Разбрасывать В невидении Об умерших Дабы вы не скорбели Как прочие Не имеющие Надежды Прочие Это мир Те прочие Которые Не знают Не Не знали Бога У них Не было Надежды На что-то У нас Есть Надежда На воскресение Правда Даже Если мы Дождемся Ишу У нас Есть Надежда На будущее Даже Земля Наизнанку Перевернется У меня Всегда Есть Надежда Я знаю Где Я буду И для меня Ишу Он Как Писание Говорит В евреях Написано Как Якорь Есть За Кого Держаться И Он Есть Тот Камень За Которого Мы Можем Укрепиться И Держаться За Него И Писание Говорит Что Бог Надежды Да Исполнит Вас Всякой Радостью И Мира В Вере Дабы Вы Силой Духа Святого Обогатели Надеждой Что Значит Надежда Связана С Духом Святым И Смотря На Надежду Я Смотрю Что Она Вера С Надеждой Они Как Бо Идут Вместе И В Надежды Это Тоже Растет Когда У Меня Надежда Появилась Когда Я Только Покаялся Вдруг Какая Надежда Появилась Что Будет По Другому Что У Меня Есть Тот Кто Создал Небо И Землю Все Что Теперь Он Живет Внутрь Меня И Я В Нем Если Он Во Мне Я В Нем Это Наша Община Моего Тела Мы В Нем И Как Важно Быть Вот Здесь Как Мы Должны Быть Вместе Мы Здесь Учимся Мы Здесь Обрезаемся Мы Проходим Какие То Испытания Огонь Я Очень По Союзе Очень Много Всяких Вещей Прошел И Иногда Было Такое Что Я Когда У меня Максим Попал В Аварию И Мы Вынуждены Из Казахстана Приехать Когда Его Тут Собирали По Кускам У 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 Ну, как страшно вот этим... И слава Богу, Господь просто взял Леона и через него меня вытащил с гостиницы, и он говорит, давай, поехали, развеешься, чтобы у тебя крыша не поехала. И он мне попытался оттолечь. Я так благодарен ему за все. Но потом вдруг появилась надежда. Даже если, Господь, ты его заберешь, я знаю, где он будет. Уже, как Йов сказал, говорит, ты дал, ты взял. Хотя мы не хотим, чтобы наши дети умирали. Мы не хотим, чтобы какие-то были труси. Смотря сейчас на то, что сколько раковых больных, сколько уходит, и думаю, тоже опять задаем вопрос, почему. Но наша надежда на крови Иисуса, на то, что Он совершил в нашей жизни. Конечно, я не заслужил, я вам честно скажу. Я не заслужил такого избрания, но Бог избрал. Вроде кажется, ну ты тоже сейчас познаешь, думаешь, ну я тоже был, я не знаю кем, но Бог избрал. Представляете, еще прежде создания мира и тебя, и меня. И у Него есть тоже надежда, что Он поможет нам как-то меняться, стараться меняться, стараться исправляться. Мы иногда думаем, а как же было тогда, когда Господь избрал учеников, помните? Думаете, они были совершенными? Нет. Они были и сребролюбивы, и кто-то из них был себеолюбивый, они были гордецы, и все были с какими-то пороками и грехами, которые у всех у нас есть, может быть, до сегодняшнего дня. Но Господь избрал, чтобы вести за собой, взять и изменить. И сегодня я смотрю на то, как Бог меняет меня в моей жизни. Вот я хочу опять вновь вернуться. Ну, в римлянах, в первой главе, в пятой главе первом стихе написано, «Итак, оправдашись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Мессия». Что бы ни происходило вокруг, есть внутри мир, мир, который необычный мир, который пришел от Господа. И порой, смотря на эти жизни, которые мы читаем и в Писании, через Павла, они проходят через какие-то страдания, боли. И мы думаем, почему и как. Но Бог не обещал нам сладкой жизни, правда? Ведь Он сам прошел страдания. И если мы в Нем, у нас будут тоже какие-то испытания. И Писание об этом говорит. Давайте прочитаем пятую главу с первого стиха. Тем более, когда Писание говорит, что вы тоже будете в страданиях, и радуетесь, и думаешь, как радоваться, когда какие-то происходят испытания. Я прочитаю их по переводу Штерна. Итак, поскольку мы теперь считаемся праведным перед Богом, благодаря нашей вере, будем пребывать в шаломе с Богом через нашего Господа Ишуа, Мессию. Через Него и благодаря нашей вере мы имеем доступ к той благодати, в которой стоим. Итак, будем же хвалиться надеждой на участие в Божьей славе. Потому что это Божья слава придет. Но не этим только. Давайте же хвалиться и нашими бедами. Писание говорит, скорбями. Поскольку мы знаем, что беды вырабатывают терпение. Терпение вырабатывает стойкость. А стойкость вырабатывает надежду. И эта надежда не подводит нас, потому что Божья любовь к нам уже излита в наши сердца посредством руок с Духа Святого, данного нам. Чтобы не происходило, у нас есть уверенность и надежда. Но некоторые теряют эту надежду. Когда я покаялся, мне пришла надежда. И по мере вот этих лет с Господа она у меня росла все больше и больше. Где-то я ее терял. Но потом вдруг опять появлялась какая-то надежда. А сегодня я прихожу к тому, что тот мир, который Бог дал, то соединение, которое произошло у меня с ним. Что бы ни происходило, как бы, знаете, вот такой мир внутри. Я знаю, даже если произойдет то, 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 и все будет не так, как бы я хотел, я все равно говорю, я буду надеяться, пусть твоя воля будет, а не моя. И что тоже проходил этим Семенцем с Хадлас? Под кровью слить через него. Это было такое напряжение, потому что он знал, что он должен пройти. Вы знаете, я иногда смотрю на на верующих людей. Допустим, когда спрашиваешь, как дела, все хорошо, классно. А на самом деле я знаю, что это все в проблемах, в грехах. И он уверен, говорит, Господь спасен, со мной я спасен. Но его жизнь показывает то, что на самом деле нужно побеспокоиться о том, как ты живешь. Это ложная надежда, которая есть в тебе. или даже такое, когда кому-то плохо. Это я встречал больше в христианском мире среди харизматов. И они говорят, я, допустим, жалуюсь, говорю, вот помоли за мою проблему. Он говорит, тебе прежде всего нужно покаяться. У тебя проблема, ты болеешь из-за того, что у тебя грех там или еще что-нибудь. И нет слов утешения, ободрения, поддержки. А вот именно, я буду молиться, чтобы тебе Бог открыл, что там у тебя. Вот честно скажу, мне не хочется с такими верующими общаться. Но я вам расскажу, могу привести несколько примеров из жизни просто среди верующих, которых я очень уважаю и учусь у них. Ну, не знаю, мы, наша община, молитвенная команда, все время мы молимся за одну пару, а за одну семью. Игорь и Науми. Я их очень люблю. Мы сильно подружились. Они проходят такое. И он, когда должен был совершить алию, его семья попала под аварию. Жена погибла, у него осталось пятеро детей. И Господь ему сказал, едь все равно в Израиль. Он приехал. И в надежде все будет устраиваться, что все будет хорошо. Потом прошло какое-то время, он сам подтвердил, как он психолог. Они очень хорошее служение проводили семейных пар. Даже один раз я пригласил, мы там проводили служение семейных пар. И они помогли очень многим людям, у которых было просто разделение, развал. И они помогли тесте им восстановиться. Потом приезжали миссионеры, и он познакомился с одной сестрой Науми. И они поженились. У них еще двое детей родились. Она молодая. И вдруг определили у нее рак. Она сейчас прошла более тридцати пяти этих химии, терапии. И вы знаете, никогда не видел. И даже сколько раз мы каждую неделю перезваниваемся, переговариваемся, чтоб они хоть ныли, хоть падали духом. И когда им задаешь, он говорит, ну как у вас? Он говорит, ну что, конечно, больно, конечно, есть еще проблемы, но мы верим. Мы стоим на том, что Господь не оставит нас. Мы надеемся, что Бог что-то сделает, но мы все равно не будем угасать, мы будем держаться за Него, что бы ни происходило. И вот хочется с такими людьми быть уверенными, вот, потому что они живут надеждой. Даже если кажется, что кончится плохо, даже если, не дай Бог, конечно, мы хотим чудо, чтобы она исцелилась, но кто его знает, но все равно, даже если это произойдет, мы знаем, где будем. Другие мои друзья, знакомые, я как-то с ними говорил, короче, муж потерял работу, уволили его. жена там где-то как-то подрабатывает, что-то это самое, и когда он пришел, сказал жене, что так и так я потерял работу, а мужики, они всегда в отчаянии, когда у них ответственность, у мужчин, что они должны быть как кормильцы, как обеспечители, и он пал духом просто, он пошел в такую депрессию, и знаете, что жена сказала, не расстраивайся, я же работаю, мы выживем, мы пройдем это, Бог что-то сделает, может он тебе лучшую работу приготовил, но не знаю, но даже если этого ничего не будет, как у Абакума, помните, даже если виноградная лоза ничего не даст, и того не будет, и этого не будет, все равно я буду радоваться Господе и спасения моего. За что мы держимся? На надежду процветания? На надежды каких-то чудных исцелений? И это хочется? Многие верующие тогда, когда я был еще в харизматической, знаете, были такие проповеди о процветании, о чудесах, о исцелении, все думали, что вот теперь все, мы будем богатые на всякое доброе дело, мы будем миллионерами и все такое, и люди верили в это, а потом разочаровывались и говорили, где Бог, нас обманывали, но есть правда, которая написана в описании, что мы будем проходить какие-то скорби и испытания, и по пустыне Израиль проходил, вот сейчас мы изучаем, Иосифа закончилась брюшит, сейчас начнется исход, кто-то им принес надежду, что там будет лучше, там на обетованной земле, и они прошли 40 лет по пустыне, таская эти кости Иосифа и верят, что что-то будет лучше, и Господь испытывал там, Авраам говорил, я странник, не путник на этой земле, и мы странники на этой земле, но будет новая земля и новое небо, и мы надеемся, что будем, есть надежда, что мы будем на этой новой земле своим Господом. Во второзаконии есть такие слова, которые Господь говорил во 8 главе 2 стихе, помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой по пустыне. Когда я читал эти стихи, я вспоминал все, что я прошел с Ним. Вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил голодом тебя, питал тебя манную, которую не знал ты, не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом исходящих из уст Божьих. Иисус Господа, живет человек словом. Сколько слов, которые мы знаем, что Господь с нами. И даже те слова, которые, даже если будет суд, ни одно оружие сделано против тебя, не будет иметь успеха. мы иногда провозглашаем эти вещи и живем какими-то вот такими вещами. И это должно быть правильно, мы должны основываться на слове Божьем, мы должны знать заповеди, мы должны стараться быть исполнителями этого слова, тогда наша жизнь как-то будет, может быть, легче как-то проходить, а может и нет. Но надежда, какая у меня сегодня надежда, я же не знаю даже, смотря на все, что происходит вокруг, по всей земле, думаешь, а как же будет дальше? Что у нас ожидает? Я уверен, что каждый об этом задумывается. Некоторые запасаются уже продуктами питания верующие, думают, консервами там все вдруг не будет, не сможем ни покупать, ни продавать. Тоже какая-то надежда. Почему нет? Я думаю, это тоже нормально, мы должны здравый ум иметь. Не просто провозглашать какие-то слова в Писании, а жизнь показывает совсем ключом бьет по-другому. Да, мы можем провозглашать, но реально подходить надеждой на кого? И он говорит Господь, Господь сам пойдет перед тобой и сам будет с тобой, не отступит тебя, не оставит тебя, не бойся, не ужасайся то, что будет происходить. Я не хочу, не пугаю вас, может быть будет и все хорошо. Ну, знаете, первое обетование в моей жизни пришло, я только уверовал, как Виктор, в домашней группе лидер сделал вот такие карточки и на каждой карточке написала места писания, ободряющие такие, вдохновляющие. И вот так, знаете, как карты берем, вот так, и разукложила, перемешала, каждый пусть возьмет свою карточку. И мне попалась карточка, где был написан Псалом 31, 8 стих. В разумлю тебя поставлю на путь истинный, буду рукавить от тебя и око мое над тобой. Думаю, классное обетование. Пришел домой, нашел этот Псалом 31, ну, где-то, что это он там месяц был верующий где-то. Открыл это местописание и думаю, дай-ка прочитаю весь Псалом. Дошел до этого стиха, 8 стих говорит, в разумлю тебя поставлю на путь истинный и око мое над тобой, а 9 стих не будь как конь, как лошак необузданный. И думаю, Боже мой, а почему мне такая карточка не попалась? Ну, я получил для себя урок, что он будет, он мне дает какие-то предупреждения, он дает мне наставления в моей жизни, чтобы я вот именно не был таким строптивым против Бога. И вот как бы в этих вещах у меня что-то... И эти слова вдохновили меня, они мне дали надежду, что Господь будет вразумлять. И на самом деле он меня вразумлял. Столько вещей пройдено. И у нас должна быть уверенность. Уверенность в том, что мы оправданы и искуплены. Это на самом деле правда. Что у нас есть внутри мир, что мы имеем доступ в любое время общения с Господом. в любое время. Что мы имеем радость жизни с Богом там в раю на новой земле. Потому что он сказал, что пройдет и будет новая земля и новое небо. И солнце не будет светить, и луны не будет. Сам Господь будет освещать. Но он говорит так же, мы должны хвалиться скорбями, потому что они нас чему-то учат. И поэтому надежда без нужного терпения. Через это мы набираем какой-то опыт. И тогда приходит надежда. Я еще раз хочу Аввакума прочитать. Я буду заканчивать. Хотя бы не расцвела смоковица Аввакума 3.17.19 И не было плода на Адеклозах. И маслина изменила и Нива не дала пищи. Хотя бы не стала овец в загоне и рогатого скота в стойлах. Но и тогда я буду радоваться Господь веселиться о Боге спасения моего. Господь мой, Бог, сила моя, Он сделает ноги мои как у оленя и на высоты мои воздвигнет меня. Амин. Господь сказал о том, что как было в однино и будет жениться, выходить замуж и все такое. И но Господь Он лично я верю, что Он со мной. Вы знаете, помните такой анекдот, когда началось наводнение и верующий уже на крышу забрался, его дом уже затопило и тут на лодке подпрывает, давай запрыгивай. Говорит, не, Господь меня спасет. И потом вертолет уже прилетел, Господь меня спасет. И так разные случаи. И в конце концов Он утонул и уже на том свете задает вопрос Господу, где ты был, почему ты меня не спас? Он говорит, так я тебе посылал сколько людей, чтобы они тебе помогли. Иногда нужно реально смотреть на эту жизнь. Иногда среди верующих заболели, ну, тоже считают, что вот Господь меня исцелит, он перестает пить таблетки или еще что-то и потом умирает. но везде нужен разум, мудрость. И если просим Господа, он даст эту мудрость. И у нас будет сегодня хлебопреломление. И честно на сердце решит кое-чем поделиться, показать. Я думаю, что можно будет это отдать? Я хочу показать, вот смотрите, мотца. Это не просто Господь надал какое-то поручение, что-то это, но мы видим, что она какая-то вся дырявая, пропахана, обожженная, где-то черные какие-то эти есть. О чем это говорит? Он говорит, мое тело ломимилось за вас. Есть и мое воспоминание. И мы соединяемся в нем, мы соединяемся вместе с того, что мы тоже будем проходить какие-то скорби. Но нам надо быть готовым. к тому, что Господь дал нам силу воскресения в нем. Я хотел, чтобы мы на самом деле подумали об этом, что соединяясь все вместе, мы соединяемся в нем. Как важно быть здесь, как важно быть в теле, не только приходить в шаббат, но участвовать в жизни друг друга, поддержать, вдохновить, воодушевить, позвонить где-то, не затоптать, я буду молиться за тебя, пусть Господь покажет, за чего у тебя такая проблема. Но кто его знает, какая проблема может возникнуть завтра у тебя. но есть надежда на то, что Господь с тобой, надежда, что мы соединяемся с Ним в этом теле, в Его крови. И мы с тобой на самом деле в Его крови. Знаете, мне всегда такие вещи говорят, я вспоминаю Мау, влияет ты одной крови, ты и я. Вы знаете, на самом деле есть Ишуа в нас и Он через нас. Пусть Он должен проявляться через нас. Не просто говорить Он во мне, а тоже через нас, чтобы мы могли, как Он, приходить помолиться. Даже если не будет исцеления, он все равно продолжать молиться. Если где-то у кого-то что-то произошло, но помочь в каких-то вещах. Ведь мы это можем. Кто-то постричь, кто-то послесарничать, где-то кто-то что-то увезти, но мы можем помогать друг другу, поддерживать. И это теле Ишуа. Не покидайте собрание, будьте в единстве. И вера пройдет, и надежда пройдет, но любовь останется. Когда Господь придет, уже верить не надо будет, надеяться на что-то не надо будет, но будет жить с ним. Аминь. Аминь.